Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о таком распространенном способе борьбы с болезнями томата, в частности с фитофторой, как протыкание стебля томата медной проволочкой. Адепты этого способа, популяризаторы этого способа утверждают, что он помогает защититься от фитофторы благодаря тому, что медь понемножечку растворяется, превращается в медные соли, в соединение меди и нет необходимости обрабатывать растения медь, содержащими фунгицидами, такими как ксихом, хом, бордоская смесь и другими, а достаточно лишь проткнуть стебель и медь сама будет циркулировать, накапливаться в растении, тем самым защищая его от атак фитофторы и других болезней. Конечно, для меня, как для биолога, подобный способ является чрезвычайно сомнительным. Кроме того, что сложно ожидать, что медная проволочка будет растворяться внутри стебля томата, ведь там же не какие-то суперкислоты, тем более из уроков химии мы знаем, что медь не растворяется в разбавленных растворах даже неорганических кислот, таких как серная кислота, соляная кислота и так далее. Водород она не вытесняет, то есть она соединяется с этими кислотами только в виде окислов. Ну ладно, опустим этот сложный школьный химический момент и будем действовать сугубо напрямую. Для того, чтобы проверить работу этого способа, я провел очень простой и очень незатейливый эксперимент. Я измерил, какая концентрация ионов меди является губительной для возбудителей фитофтороза, фузариоза и кладоспариоза томата. Для этого я на чашечке Петри посеял эти грибочки, три грибочка, вот кладоспариоз, фитофтороз и фузариоз. И сделал здесь различные концентрации меди, для того, чтобы посмотреть на какой концентрации эти грибы перестанут расти. Я сделал 1% раствор медного купороса, вот здесь видите, среда сразу такая зеленая делается из-за медного купороса. Я сделал полупроцентный раствор, я сделал 0,25% раствор и я сделал 0,1% раствор. Почему я начал с 1% раствора? Дело в том, что 1% раствор медного купороса это максимальная концентрация, которую можно использовать для большинства растений, находящихся в фазе активного роста. Более высокие концентрации являются неэффективными, потому что они попросту повреждают само растение. Растение погибнет быстрее от таких концентраций медного купороса, нежели чем от этих самых болезней. Более низкие концентрации при нанесении на растения также теряют свою эффективность, потому что ведь мы лишь покрываем растение небольшим количеством этого раствора. То есть конечная концентрация в тканях растений или конечная концентрация на поверхности растения, конечно же, будет гораздо ниже. Ну а в чашках Петри получается точно такая концентрация, какая бы могла создаться внутри тканей, внутри листа, внутри плода томата, когда бы медь растворялась и поступала в ткани растения, в листья, в плоды, в цветы и так далее. То есть и туда бы, например, внедрялась фитофтора и погибала бы от определенной концентрации солей меди. В качестве соли меди я брал самый обыкновенный медный купорос, который можно купить в любом садовом или строительном магазине. Я делал маточный раствор, разведение специальное, ну для того, чтобы все здесь сделать красиво. Итак, проанализировав результаты на чашках Петри, я пришел к выводу, что на концентрации меди 0,1% грибочки растут почти точно так же хорошо, как и при нулевой концентрации, то есть без добавления ионов меди. Я вот здесь на концентрации меди, кроме того, еще решил посеять триходерму, чтобы посмотреть, как триходерма будет реагировать также на эти концентрации меди, ну потому что мы иногда используем триходерму и, может быть, медные препараты, чтобы посмотреть, как это все взаимодействует и реагирует. Ну, если говорить о триходерме, то она является более чувствительной к препаратам меди, к медному купоросу, нежели чем даже, например, фитофтороз. Среди всех грибочков фитофтороз оказался наиболее устойчивый к концентрации меди. Наиболее устойчивым оказался кладоспориоз, то есть с кладоспориозом как раз хорошо бороться вот этими медными препаратами. Итак, поскольку на концентрации 0,1% у меня все выросло и очень хорошо, а на концентрации 0,25% у меня только начал расти фитофтороз, и то очень-очень слабенько, в этом случае я и принял концентрацию 0,25% как за минимально действующую на фитопатогенные грибы. Ну, фитофтору эта концентрация прижимает, а триходерму убило полностью. Значит, итак, минимально действующая концентрация 0,25% Купрумесу-4 оводненного, ну, то есть такого вот голубенького. Я обратился к нормативным документам, которые действуют в нашем союзном государстве, и, ну, они, в общем-то, все эти концентрации, предельно допустимые концентрации веществ, более-менее одинаковы во всех странах мира, потому что люди везде одинаковые, и их организмы реагируют на содержание тяжелых металлов, а медь в том числе представляет тяжелый металл, ну и меди в том числе, примерно одинаково. Так вот, если брать нормативные документы, в которых прописывается предельно допустимая концентрация меди, то она составляет 3 мг на килограмм продукции, что означает 0,003%. Ну, поскольку у меня там не просто медь, а медь в виде медного купороса пятиводного, то получается предельно допустимая концентрация вот этого медного купороса пятиводного, который я брал в качестве источника меди, будет составлять 0,012%. Сравним эту концентрацию с минимально действующей. Она примерно в 200 раз меньше, чем действующая концентрация. То есть, если бы медная проволочка работала, и ионы меди накапливались бы в продукции, в листьях и так далее, в томате, в той концентрации, которая является токсичной для большинства возбудителей болезней, то эта концентрация ионов меди была бы по медному купоросу в 200 раз больше, чем предельно допустимая концентрация, которая может быть в плодах томатов, вообще в пищевой продукции, и которая является относительно безопасной для здоровья человека. Поэтому, несмотря на то, что с точки зрения здравого смысла, в любом случае данный метод ни в какой степени не является эффективным, но на самом деле этот способ проверялся и неоднократно, и можно найти, скажем, 20-летней давности публикации англоязычные, где этот метод обценивается в полевых условиях, ну, в условиях открытого и защищенного грунта, и показана полнейшая неэффективность данного метода. А все совпадения, что вот мне помогло, связаны с прочими факторами, ни в коем случае не с медной проволочкой. Ну, а если бы все-таки эта медная проволочка работала, то наверняка вы бы очень быстро получили сильное токсическое отравление соединениями меди, если бы съели плод, насыщенный вот до такой концентрации солями меди. Что ж, я призываю вас не вестись на поводу у, так сказать, там не очень грамотных блогеров, не вестись на поводу у тех, кто просто механически копирует какие-то советы из интернета, переносит их к себе на свои страницы, интернет-страницы, на журнальные страницы, опять же в блоге и так далее, клонируют эти глупости. Прислушивайтесь к здравому смыслу, задавайте вопросы тем, кому вы доверяете, читайте литературу, если же все это слишком хлопотно, то просто смотрите канал Процветок, подписывайтесь на него и задавайте свои вопросы на портале процветок.ком. Буду очень рад на эти вопросы по мере возможности ответить. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!